В Воронежском госуниверситете прошло расширенное заседание ученого совета ВУЗа с участием министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой, заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Конечно, встречаясь с коллективами высшей школы, мне всегда хочется рассказать, что мы имеем в сегодняшний день в системе высшего образования, какие задачи стоят, какие проблемы перед нами, что проблем на самом деле много. И разрубится часть цифр. На сегодняшний день вузовская система насчитывает 718 учреждений высшей школы, 840 фериалов, это после многоградных, так сказать, прошедших сокращений, времени между фериалов еще много, и обучается на сегодняшний день 4 миллиона 400 студентов. И говоря о профессорском педагогическом корпусе, я всегда обещаю цифру, которая звучит как 280 тысяч. Хотя вы знаете прекрасно, что назначили не больше, потому что мы приглашаем наших коллег и соходили наук, которые с вами работают по ведомству замещения. Мы говорим о постоянной численности профессорского педагогического состава. Конечно, это огромный человеческий потенциал, и главная задача, которая всегда стояла перед образованием, и когда они будут приняться, это обеспечить себя развитие, сделать высшее образование доступным, качественным, комплиентно способным. Казалось бы, доступным и качественным, комплиентно способным. Три задачи, которые всегда стояли перед российским образованием. Основной темой заседания стал вопрос создания инжинирингового центра i-Technology на базе ВГУ, который будет оказывать услуги предприятиям, занимающимися добычей полезных ископаемых, производством стекольной, керамической и огнеупорной продукции, а также работает в области металлургии и химической промышленности. По направлению развития инжинирингового центра университет обладает значительным опытом реализации преподобных научно-исследовательских, технологических и инжиниринговых работ. В структуре ВГУ по заданному направлению осуществляют научную образовательную деятельность, геологические, химические, физические факультеты, научно-исследовательский институт, геологии, инфраструктуру проекта, включенный тернопарк ВГУ и Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием, малые инновационные предприятия. Благоприятным фактором для реализации проекта является отсутствие конкуренции в регионе и в Центральной России. Целесообразность реализации проекта, обусловленной необходимостью создания в инфраструктуре промышленного развития региона инжинирингового центра, служащего стимулятором и активатором процесса модернизации предприятий. В рамках рабочего визита Ольги Васильевой состоял заседание организационного комитета по подготовке к празднованию столетия ВГУ. На встрече был представлен план юбилейных мероприятий, и озвучена сумма, которая будет выделена к этой знаменательной дате. Продолжение следует...